Всем привет! С вами ПВЗ Дичи. У нас сегодня второй полуфинал в первом чемпионате ПВЗ Дичи. Надеюсь он будет таким же упорным и драматичным, как и предыдущий полуфинал. Быстренько напоминаю, что вы можете сильно поднять моё настроение, если поставите лайк. Жмякните колокольчик и подпишитесь на канал. А главное присоединяйтесь в телеграмме, потому что уже через неделю мы начинаем вместе создавать второй чемпионат ПВЗ Дичи. Ссылка в описании. Ну а теперь к сражению. За выход в финал сегодня поспорят команды электрической и оружейной мят. Погнали! Первый раунд и проверка на грубую силу атаки команд. Зомби максимально бронированные и в количестве 6 штук. В первом полуфинале кажется обе команды справились с заданием без потерь. И судя по тому, как ультамант сжёт, электрическая команда тоже справится. А вот у оружейной не всё так гладко. Несмотря на два станчих растения, да и к тому же ещё и отвлекающую индейку, зомби неумолимо продвигаются вперёд. Тем временем последний зомби у первой команды даже успел коснуться тростника, но всё же обошлось без потерь. Ну а у второй команды видимо без потерь справиться не получится. Более того, я уже не уверен получится ли справиться вообще. Как ни печально это признавать для болельщиков катапульт, но они проигрывают зомби в первом же раунде. Вот такие дела. 3 балла получают электрики, а оружейные 0. Раунд с обороной тыла. Здесь ультамат тоже не церемонится и сжигает всех зомби. Даже бронированный телохранитель гверсантов не помог. Мы все с вами знали, что ультаматы это имба. Оружейные в этом раунде тоже вроде бы особо не имеют проблем. По крайней мере старатели они быстро ликвидировали. А тут ещё и птиродактиль решил взять выходной, но и с ним вряд ли зомби смогли бы что-то сделать. У юрского зомби еле-еле держится бронированный головной убор, да и в целом он уже не жилец. Обе команды заработали по 3 балла. Третий раунд и у нас отбивающий зомби в тандеме с брейкденсером. Из него нового микстейпа. В прошлом раунде я сказал, что этот раунд стихия пронзающих. Ну так вот, электрические тоже созданы для него. Потому что ни один из данных зомби не может отбить электрические разряды. Что касается оружейной команды, то и индейк с ликвидисом эти зомби не могут отбить. Единственное слабое звено это яблочная мортира. Да и то только в противостоянии с дамой с донтиком. Только яблочные ракеты она и может отбить. Однако остальные два растения не позволяют ей зацепиться за победу. Снова обе команды берут по 3 балла. Борьба достаточно упорная. Раунд под номером 4. И тут гибридная команда лазерных дедушек под прикрытием зомби с газетой. В финале я наверное дедушек заславлю из-под земли, чтобы ускорить их атаку. А здесь им ловить нечего. По крайней мере против ультамата при поддержке молний. Который сожжет и газеты, и читателей газет, и самих дедушек. Однако если взглянуть на катапульт, то они вроде бы тоже уничтожают старикашек. Но смотрите что происходит дальше. Потеряв свою газету зомби ускоряется и ни одна катапульта толком не может попасть в него. Ни рис, ни яблоки, ни даже индейка не станет мертвяка. А перелетает ему за спину и подлец успевает сожрать индейка пульту. Опасность ликвидирована, но только на время. Рано или поздно у газетчика ветерана тоже порвется газета и будет еще страшнее. Так и происходит. Ускоренный зомби прорывается к газонокосилкам. Неожиданно оружейные теряют 3 балла и отстают уже на 6 очков. Следующий раунд. Это моя импровизация с попугаями, а точнее с пиратскими капитанами и их попугаями. Ультамат сжигает первого капитана, но вопрос в том, работает ли он против тренатых. Ответ мы получаем достаточно скоро. Да, ультамат разом готовит 4 попугаев гриль. Смотрим, чем ответят катапульты. Оказалось, что им отвечать почти нечем. Эта команда достаточно бодро начинает, но когда вылетают птицы, мы можем видеть, что рис вообще их не атакует. Разве что наносит побочный урон рядом с капитанами. Индейка хоть и клюет клювомордых собратов, но не задерживает их. И таким образом эскадрилья попугаев долетает до первого растения и бессовестно уносит его в далекую даль. Единственная надежда для команды катапульт это быстрое уничтожение самих капитанов. Однако их все еще двое на поляне и попугаи вылетают снова. Даже с двумя пернатами команда растений не справляется и теряет еще одного бойца. Благо пираты тоже растеряли все свое боевое подразделение и попугаи больше не вернутся. Но это слабое утешение для оружейной команды, которая в этом раунде заработала всего 1 балл. И отставание уже выросло до 8 очков. Запахло разгромом. Надеюсь, хотя бы в этом раунде у второй команды не возникнет проблем. Все-таки справиться с десятком импов они должны. Хотя в финале вместо 10 дракончиков будет совсем другая банда импов. Будет интересно. А сейчас мы просто быстренько досматриваем и присваиваем каждой команде по 3 балла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вдруг случится чудо. Раунд с быками. Напоминаю, что в полуфинале я использую оба вида быков. И одной из команд прошлого полуфинала они нанесли поражение. Сегодня же быкам, видимо, так вести не будет. Хотя перед своей смертью бык-ветеран смог все-таки уничтожить одно электрорастение. Так что верхняя команда получит только 2 балла. А вот у нижней есть все шансы забрать 3 очка. Здесь индейки пришлись очень кстати. Именно благодаря им быки сразу же выбросили импов и затормозили свой бешеный бег. А стоячие они не представляют особой опасности. Наконец-то. Наконец-то катапульты заработали за раунд больше, чем соперники. Пусть и всего лишь на 1 балл. Очень опасный раунд с питомцами. Даже с одними курицами справиться непросто. А тут еще и ласки. Смотрим. Неужели электрораст справится даже с этим препятствием? Так и есть. Честно сказать, я на это не надеялся. Не представляю, как будут выкручиваться катапульты. Курицы уже идут и, надо сказать, оружейная команда с ними справилась. Теперь остались ласки. Серьезно? Последняя ласка и она тоже не успевает добраться до газонокосилки. Вот тебе и на. Обе команды справились с таким неудобным соперником. Плюс 3 балла каждый. Следующий раунд тоже предполагает сражение с зомби, которые могут разбегаться по другим дорожкам. Правда, если им это позволить. А ультамат имеет совсем другие планы и сжигает фокусников одного за другим. Этому же примеру последовала и вторая команда растений. Только они не сжигают, а станет и взрывают. Хотя зомби и успевают применить свои фокусы и телепортируются. Но успевают они это сделать, уже будучи без головы. Пара обезголовых трупов немного подрыглась, как курица с отрубленными головами. Но в конце концов этот раунд поносит обеим командам по 3 балла. После провального старта оружейная команда собралась и отрыв уже нескольких раундов не увеличивается, а даже сократился на одну очко. Кто знает, что будет дальше. И видя команду станущих зомби, выстроенных вертикально, можно предположить, что вот здесь-то электрики и споткнуться. Ультамат поспешил убить центрального вертика и таким образом, сам того не желая, обезоружил электрогорохострел. Ведь теперь ему никак не достать зомби-послангам. Но отростник уже в образе овечки. И это значит, что шансов выброса из такой ситуации у растений нет. Первый раунд с баранкой для электрической команды. Оружейная банда имеет отличный шанс отыграть сразу 3 очка. В принципе, у них для этого все есть. Два растения из трех могут атаковать в соседние полосы. А яблоко вообще может бить по трем целям сразу. Индейка пульта первой вывели из строя, но это наименее приоритетное растение в команде для этого раунда. Так что пока ничего страшного не произошло. А вот зомби продолжают получать уроны. Закономерно начинают нести потери, да и к тому же сразу две. Теперь одному осминогу будет очень трудно справиться с растениями, хотя он и пытается. Однако свою липучку с глазками он кинул совсем не на ту цель, которую должен был ликвидировать. В его положении. За что и поплатился совсем скоро. Оружейная команда сокращает отрыв. Теперь между командами всего 6 баллов, а раундов еще 4. Интрига возрождается. Но легко не будет никому, потому что уже в следующем бою растений ждет реактивный дуэт Олл Стара и Из-за Корп на стуле. И обе команды растения сразу же теряют по одному бойцу. Правда разными способами. Электрики успели сжечь Олл Стара, но не успели стул. Оружейные, в свою очередь, с помощью индейки сдетонировали стул на безопасном расстоянии, но ничем не смогли отвлечь футболиста. К этому моменту ультамат добил зомби, а оружейные вновь могут потерпеть поражение. Хотя они изо всех сил пытаются замедлить и дозорвать мертвяков. Одного ему уничтожить удается, но Олл Стар славится своей броней. Тут я откровенно болел за них, потому что очень хотелось интриги. Ири с яблочной мартирой меня все-таки не подвели. Они смогли таки убить футболиста и сохранили шанс на победу в полуфинале. Счет по-прежнему с разницей в 6 баллов. Настал выход дамочек из The Corp. Они как фокусники могут бродить по разным полосам, но в отличие от экзионистов, ультамату не удалось запечь их до хрустящей корочки уже на старте. А затем одна дама и вовсе перешла на самую нижнюю дорожку, тем самым обезопасив себя от молний. Да еще я не стала медлить и сразу добралась до газона косилки. Есть еще один шанс отыграть 3 балла для оружейных. Если сейчас катапути заработают 3 балла, они сократят отставание всего до 3 очков, но им будет очень непросто, тем более, что одна дама уже сместилась вниз. Ее, конечно, еще можно достать, но есть риск того, что она нырнет еще глубже. Пока что все контролируется при помощи станищих снарядов. Смогут ли катапульс справиться? Да, первой мадам пришел конец, хотя тут уже вторая перебежчица подоспела. Но и ей недолго позволили щеголять. Теперь всеми силами нужно ликвидировать последнюю зомбу, и у нас будет очень интересная концовка. Да, так и происходит. Перед последними двумя раундами остается отрыв всего 3 очка. У нас снова напряженная концовка. Предпоследний раунд очень опасен для команд с магическими растениями, но для таких, как у нас, в сегодняшнем сравнении, этот раунд совершенно не представляет опасности. Ни медуза, ни хиллер, ни даже зомби статуя ничего не могут противопоставить обычным видам оружия. Так что здесь обе команды берут по 3 балла, и перед последним финальным боем отставание по-прежнему 3 балла. А это значит, что теоретически еще может быть ничья. Для этого электрики должны под 0 проиграть, а оружейные набрать 3 балла. И у второй команды есть очень хороший шанс и выполнить, по крайней мере, свою задачу. Ведь индейки очень эффективно отвлекают гаргантюа, которым постоянно приходится замахиваться на них. А тут еще и у первой команды ужасное совпадение. Первый же имп приземлился аккурат после выстрела ультамата и получил достаточно времени, чтобы успеть сожрать тростник. То есть первая команда теряет уже 1 балл. Ситуация накаляется до предела. Следующим импом уже не так везет. Оружейные тоже уничтожают чертика, а гаргантюа сверху совсем близко подошли к электрогорохострелу. Если морское чудище сможет размазать оба электрорастения, то у нас реально может быть ничья. Что происходит? Горох уничтожен. Кошмар для электро. Но нет. Ультамат на последних секундах спасает себя, спасает свою команду и спасает победу в полуфинале. Вот это да. Этим выстрелом он реально приносит победу своей команде в полуфинале. Теперь уже не важно, как завершится этот раунд для оружейных. Они все равно не смогут вырвать ничью. Затем последовало долгое и упорное сражение оружейных с гаргантюа. И в один момент имп-русалка умудрился смертельно цапкнуть индейка пульту. Одновременно сгибели всех гаргантюа. Представляете, как было бы сейчас обидно оружейным, если бы ультамат не справился минутой ранее. Получается, этот имп лишил бы их ничьи одним своим укусом в последние секунды. Наверное, у тех, кто болел за оружейных растений, случился бы инфаркт. Хотя он может и так случился, когда ультамат сжег морского гаргантюа. Короче, и второй полуфинал, по моему мнению, вышел шикарным. Победу в нем с отрывом всего в 2 балла одержала команда электрических растений. И теперь ей предстоит финальная битва с командой магических растений. Должна получиться отличная заруба, по крайней мере, я на это надеюсь. Ну а на сегодня это все. Ждем финальную битву. Кому нравится мой контент, тот ставит лайк, подписка, колокольчик. Ну и про телегу не забываем. Повторяю, именно вы там поможете мне с созданием второго чемпионата. А теперь я с вами прощаюсь. До новой дичи. Пока.